В эфире новости 24 в студии Зухральева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Руль религии в укреплении единства народов России. В республике прошло пленарное заседание с участием членов правительства Дагестана и видных религиозных деятелей России и зарубежья. Снести нельзя оставить. Жители домов по проспекту Акушинского собрались на экстренное собрание. Чем недоволене люди узнавали наши корреспонденты. Вышло в свет уникальное издание мечети. В театре поэзии прошла его презентация. В рамках Всероссийской богословской конференции роль религии в укреплении единства народов России состоялось пленарное заседание с участием в РИУ заместителя. Председателя правительства республики Рамазана Джафарова и муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Итоговое мероприятие прошло в музее «Россия. Моя история», где помимо приглашенных гостей муфтии в соседних регионах и республике, богословов были и видные общественные деятели, представители студенческого сообщества. Абдулла Алиев продолжит. Открыл заседание в РИУ заместителя председателя правительства республики Дагестан Рамазан Джафаров, передав слово приветствия главы республики Владимира Васильева. Своим выступлением поблагодарил гостей за участие в работе конференции. Джафаров отметил, что богословы страны проводят колоссальную работу по духовному оздоровлению общества и формированию молодежи высоких морально-нравственных жизненных принципов. Несомненно, незыблемые для исламской религии принципы образованности, милосердия и терпимости ставят барьер вызовом современности, невежеству, насилию и экстремизму. Уверен в том, что такие визиты и совместно проводимые мероприятия послужат выработке верных подходов для решения острых задач современности, и наша совместная работа внесет достойный вклад в укрепление мира и единство среди представителей всех конфессий. Далее выступил в Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Духовный лидер республики отметил, что на сегодня многие представители молодежи интересуются религией и отличают традиционный ислам от радикальной идеологии. И в этом послам Ахмад Афанди заслуга ученых-богословов, которые ценой своей жизни на протяжении многих лет доносили до людей истинные ценности ислама. Говоря о конференции, шейх отметил актуальность ее темы, так как религия играет важную роль в укреплении единства народов. Религия всегда играла ключевую роль для объединения представителей различных культур и традиций. Главное в этом вопросе – правильное понимание и толкование религиозных текстов. Пророк Мухаммад, саллиллаху алаху асалам, запрещал разделение людей по национальности. В хадисе говорится, не из нас тот, кто призывает к ассабии, кто воюет ради ассабии, кто умрет ради ассабии. Когда пророк Аллаху ассабии спросили, что такое ассабия, он ответил – это поддержка своей нации или племени и притеснение других. Также на заседании выступили зарубежные гости, один из которых – доктор шариатских наук Авдоразак Авдорахман Атсаади. Выступили также муфти Чеченской республики Салах Межиев и муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. Сегодня, когда, прикрываясь псевдорелигиозными лозунгами, ваххабиты распространяют фитнес и невежество, а пороки стали обыденностью. Мы, религиозные деятели, для объединения здоровых сил мусульманской уммы России, в свою очередь, обязаны усилить позитивные тенденции сотрудничества, дружбы, братства, сплотиться в противостоянии губительной идеологии экстремизма и терроризма. Только религия может объединить народы нашей страны. Больше никак. И Дагестан этому яркий пример. Я вообще поражаюсь, как можно было сохранить до сих пор столько языков, такое многообразие, различную культуру. Что вас объединяет? Язык? Нет. Национальность? Тоже нет. Вас объединила религия. И Дагестан, как принято говорить, это Россия в миниатюре. То есть столько людей уживается вместе, рядом, только благодаря религии. По завершению конференции участниками была принята резолюция, главными пунктами в которой было предложение органам государственной власти. При выработке и реализации государственной конфессиональной политики активнее использовать научный и духовный потенциал ислама, знания авторитетных богословов, а также уделить внимание повышению роли и значения теологического образования для профилактики распространения радикальной идеологии. Абдулла Алиев, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. В Народном собрании Дагестана прошло выездное заседание Комитета Госдумы по делам национальности. Ее участниками стали 48 специалистов. Из столицы России прибыли председатель Комитета Ильдар Гельмуддинов и заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальности Михаил Мишин. Обсуждали реализацию стратегии национальной политики на период до 2025 года. Подробнее в сюжете Патимат Ханаповой. Обсуждение началось с финансирования государственной программы. Оно, мягко говоря, смешное. 2,5 миллиарда рублей, которые будут направляться регионам. Полмиллиона на большой многонациональный субъект – ничто. Так считает и сам председатель Комитета Госдумы. Субсидии, получаемые нашими субъектами, они очень незначительные. Начиная от 13 миллионов, заканчивая там 500 тысяч рублей, миллион рублей. Ну что такое 500 тысяч рублей для региона, федеральная поддержка – это ничто, это ничего. Конечно, нам очень серьезно предстоит работа и с Минфином, и мы над этим работаем, чтобы все-таки эти субсидии были увеличены. Нам нужно сейчас работать над критериями, оценками эффективности этой программы. Мы его сейчас наработаем и защитим в Минфине, и дальше уже будет наполнение этих средств. Коснулись на совещании вопрос о решении о родных языках, которое вызвало разногласия в обществе. Для их изучения регионам рекомендованы учебные программы ПАВГОС, а школы, в свою очередь, не смогут их игнорировать. Языковая дискриминация законом не разрешена. Такова Конституция России. Есть проблемы, когда родители начинают активно вмешиваться в этот процесс формирования учебной программы. Еще раз предупреждаю, никакого отношения родители не имеют. Если школы выбирают, у вас, например, школы выбрали учебную программу, где нет предмета родной язык, это нарушение конституционных прав наших граждан. Нарушение. Вы должны, школы должны родителям такое право предоставить. По словам Гельмудина, в ближайшее время президент страны подпишет указ о создании фонда поддержки родных языков. Функционал организации обещает быть обширным. Это обеспечение детей учебниками, подготовка и переподготовка кадров, а также проведение экспертиз. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Незаконные самовольные пристройки, современная городская реальность и серьезная проблема. Махачкалинцы, живущие в частных домах по проспекту Акушинского, возмущены тем, что власти собираются сносить их пристройки и заборы для расширения дороги. Десятки недовольных жителей вышли на экстренное собрание. В ситуации разбиралась наш корреспондент Зумруд Гамидова. Благое дело администрации города обернулось для жителей улицы Акушинского настоящей трагедией. По словам местных жителей, мэрия расширила дорогу и на первый взгляд грех жаловаться. Но вот только вместе с новым асфальтом у владельцев домов появилась и другая проблема. Бабушка Вазипат вот уже 40 лет живет на улице Акушинского. Пожилая женщина говорит, что своими средствами построила небольшой палисадник, где сажала цветы. Теперь решением местной администрации его снесли. Зачем поголовно зеленые насаждения ломать? Что, это Чернопель, что ли? То есть, здесь же этот город, здесь должны быть цветы, здесь наши дети, здесь мы сами живем. Что, это газами, машинами надо дышать, что ли? Несогласна с действиями властей и ее соседка, она должна снести свой забор ради дороги. Женщина утверждает, что не получала никаких предупреждений и уведомлений о сносе забора. По ее словам, жильцов застали в буквальном смысле врасплох. Никто ничего не сказал. Я вчера, вчера я стояла, я, честно сказать, я думала до последнего шутки. Я стояла, я удивилась, когда они трактором начали ломать. Я даже не успела ничего сказать. То есть, не было? Не было. Лично меня никто не предупреждал. Вот лично меня не предупреждал никто. Вот они пришли, я была в шоке. Однако представители администрации утверждают обратное. По их словам, владельцев данных пристроек и конструкций не раз предупреждали о добровольном демонтаже. Но так как реакции никакой не последовало, снос осуществляется в принудительном порядке. Мы уведомили, письменно уведомили всех. Вот этого человека тоже мы уведомили. Сказали ему 10 дней назад, что мы будем убирать, если документов нет. Он начал убирать его вчера вечером, когда уже техника сюда доехала. Естественно, мы сломали его трактором. Жители не могут понять, по какому принципу делают дорогу, потому что у домов, выстроенных примерно по одной линии, хотят урезать разную территорию. Кроме того, вызывает недовольство жителей и то, что власти якобы не трогают собственников особняков, а сносят лишь заборы пенсионеров. Однако мэрия разъяснила, что для сноса капитального строения нужно решение суда. То есть, если дом стоит, это уже считается как капитальное строение. И для его сноса нужно решение суда. Люди недовольны тем, что убрали вот эти палисадники. А палисадники мешают укладке тротуара. В 19-м году здесь будут укладывать тротуар. Это было прямое поручение главы города. Все эти мешающие палисадники, пристройки убрали. Мы их убрали. Конечно, это все находится на муниципальной земле. Они незаконно все построили и убрали. Ремонт дороги прекращать не будут. Отметим, что в этом году столичные власти отремонтируют 99 городских дорог в рамках президентской программы «Безопасные и качественные дороги». Останутся ли довольны горожане? Ответа на этот вопрос нет. Зумруд Гамидова, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Это бабушка, они ничего не будут делать. Они делают дорогу. Книга, о которой пойдет речь, уже выпущена на английском и французском языках. Альманаха основные продажи пришлись на США и Западную Европу. Мечети – так называются уникальные издания, известного на весь мир дизайнера и востоковеда Лилы Улаханли. Теперь альбом об исламской архитектуре вышел и в Дагестане. О презентации книги, которая прошла накануне в театре поэзии, в сюжете Карины Баталовой. Долгих восемь лет ушло на создание этого альманаха. К примеру, соборная мечеть Петербурга, купол которой изображен на обложке издания, была построена в два раза быстрее. А то и не мудрено, ведь в книге собрана информация о 54 мечетях из 25 стран мира. Тексты писали лучшие мировые эксперты, которых кропотливо отбирали вместе с издательством «Прицоли Интернешнл». Также и с фотографами. Всего в проекте было задействовано 80 человек. Меня всегда восхищало искусство художников, которые создавали и создают мечети, поскольку они ограничены в наборе выражений художественных средств. То есть растительный орнамент не приветствуется, фигуратив вообще невозможен, то есть только геометрия. И обладая, в общем, довольно ограниченным набором художественных средств, мы видим, что было создано и что создаётся сегодня. В презентации книги собрала много видных общественных деятелей, представителей культуры и искусства. Среди них и сотрудники Комитета по свободе совести и взаимодействия с религиозными организациями. В РИО председатель Комитета Магомед Абдурахманов отметил, что в республике очень много мечетей, и дагестанцы в целом проявляют большой интерес к их архитектуре, а значит, этот альманах им понравится. Это отметила и в РИО министр культуры Зарема Бутаева. Поражает эстетика подачи материала, культурно-просветительская направленность этого издания, то, что география впечатляет. 54 мечети самых разных стран мира. И всё это подано с такой любовью, с такой красотой, с такой, знаете, созидательной, объединяющей силой и настроением. Я думаю, это то, что, в общем-то, должно вести нас по этой жизни. В предисловии книги мечети написал Амин Агахан, наследный иранский принц, миллиардер, один из главных героев исламского мира. У принца фонд со штаб-квартирой в Канаде, который занимается поддержкой исламской культуры по всему миру, в том числе и проектом Лейлы, который также несёт благотворительную направленность. Основную задачу, которую мы ставили перед собой, это большую часть тиража использовать в благотворительных целях. То есть все мусульманские организации, которые заинтересованы в получении книг, мы с удовольствием предоставляли и предоставляем. И я рада такой возможности, что сегодня мы смогли это сделать в вашем замечательном городе. Помимо архитектурных особенностей мечети, на страницах альбома много рассказывается об элементах декора внутренних пространств. Иконография, плиточные мозаики, значения каллиграфических надписей – все эти темы также исследуются. Пока книга издана только на английском и французском языках. Планируется издание на русском. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Борцом Бахтияру Ахмедову вручат олимпийское золото. Медаль высшие пробы. Махачкалинец получит спустя 10 лет после игр в Пекине, где он завоевал серебро. В 2008-м столице Китая «Динамовец» уступил в финале Артуру Таймазову. Однако перепроверка допинг-проб выявила у чемпиона следы запрещенного препарата. В марте прошлого года представители Узбекистана лишили титула, но золотая медаль за полгода так и не дошла до дагестанского вольника. И вот, наконец, ее решили передать Ахмедову, и церемония вручения пройдет на Октябрьском чемпионате мира в Будапеште. Стоит отметить, что чемпионство на Олимпиаде в тяжелом весе станет первым и пока единственным для дагестанских борцов. Завтра в Махачкале на стадионе имени Елены Исенбаевой стартует чемпионат Дагестана по выполнению норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. В этом году соревнования посвятят 110-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля Абдурахмана Даниялова. Ожидается, что участниками станут около 300 человек от 52 муниципалитетов республики. Чемпионат проводится среди населения в возрасте от 18 до 70 лет и старше. Сдав успешно нормативы комплекса, участники получат соответствующие знаки отличия ГТО. Начало мероприятия в 10 часов. Это все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова